Война. День 237. Ситуация на фронтах. Немецкая разведка сообщает, что российское руководство вполне серьёзно рассматривает сценарий втягивания Запада в войну. Дело в том, что россияне понимают, что проигрывают войну, а поражение их второй армии мира в войне с Украиной будет слишком позорным и несёт угрозу режиму. Гораздо престижнее и проще будет проиграть первой армии мира или вообще сразу всему НАТО, только для этого их необходимо таки втянуть в войну. Воздух. Россия продолжает наносить удары по энергетической инфраструктуре. Сегодня ракетным ударом подвергся Киев, Житомир и Днепр. Часть ракет удалось сбить, что попало на видео. Также ночью активно запускались иранские дроны Камикадзе, но абсолютное большинство из них были сбиты ещё на подлёте. В Эйске разбился российский Су-34. Но стоит отдать должное, лётчик, ценой жизни жителей многоэтажки, героически катапультировался. Впрочем, чего ещё ожидать от людей, летающих бомбить мирные города? Многоэтажки Эйска вряд ли как-то сильно отличаются от многоэтажек Мариуполя. Минобороны РФ заявила, что самолёт выполнял учебно-тренировочный полёт и разбился при взлёте. Тонны боекомплекта, взрывающиеся на протяжении часов, отлично подтверждают подобную версию. Да и разве Минобороны РФ когда-то давал повод усомниться в их словах? Восток. Сообщается о взрывах в Белгородской области. Идут бои на линии Сватова-Кремяная, где россияне предпринимают контратакующие действия, вероятно с целью удержать украинские войска, пока строится линия обороны с противотанковыми рвами и бетонными укреплениями. В то же время украинцы продолжают находить прошенную россиянами технику после удачной атаки на Лиман и Купенск. И если к танкам и БМП мы уже привыкли, то вот нахождение реактивной системы залпового огня торнадо довольно любопытно, так как данная техника должна быть далеко от линии фронта, да и эвакуировать её проще ввиду колёсного шасси. Но видимо россияне слишком быстро убегали, и им было не до этого. На правом берегу Северского Донца идут самые тяжёлые бои. Россияне атакуют спорные и пытаются обойти Бахмут с двух сторон. На севере они продвигаются вдоль трассы М-03, а на юге атакуют Опытное и Иванград. Им удаётся продвинуться по несколько сот метров с помощью массированных артиллерийских обстрелов. Дальше бои в районе Донецка, но без продвижений и обстрелы на южном фланге. Юг Продолжаются обстрелы вдоль линии фронта. На южном направлении активно используется авиация с обеих сторон. В частности россияне наносят удары с помощью управляемых ракет ИСК-52, но изменений на фронте не произошло. Спасибо за просмотр, не забывайте ваши лайки, подписку, комментарии и спасибо всем, кто поддерживает канал Финансово.